Привет вам, любители комиксов! И да, иногда у нас на канале будут в том числе и обзоры манги. И сегодня мы начнем с тетради смерти Black Edition от азбуки на русском языке. Итак, маленькая предыстория, прежде чем я начну листать данную книгу. Я не являюсь большим фанатом манги. Надеюсь, фанаты манги меня простят. И тем не менее, есть три серии в данном жанре или поджанре комиксов, скажем так, которые на меня произвели большое впечатление и которые я, собственно говоря, решил, что обязательно в свою коллекцию добавлю. Среди них, соответственно, тетрадь смерти, которую мы сейчас с вами посмотрим. Второй серией является Хельсинг, тоже думаю, что всем вам известный. И завершая это трио тех книг, которые мне представляют интерес для меня, это Берсерк, соответственно. И тетрадь смерти с Хельсингом у меня в коллекции уже есть. Берсерка я еще не приобрел. Я целюсь в делюкс-версию на английском языке. И когда-нибудь обязательно на полке себе их поставлю. Ну, а пока мы начнем с тетради смерти. Впоследствии посмотрим еще на Хельсинга. Тоже, кстати говоря, в делюксе на английском языке. И, возможно, в будущем посмотрим и на Берсерка тоже. Что ж, а теперь давайте приступим непосредственно к обзору тетради смерти. Это издание азбуки Black Edition. Довольно классно оформленное. Если я ничего не путаю, изначально оно выходило в мягком переплете на английском языке и в оригинале. Но вот благодаря азбуке оно у нас появилось и в харде, что довольно здорово. Всего их шесть томов. И вот так они выглядят. Это лицевая сторона книги. Это корешок, соответственно. Надеюсь, что он там фокусируется. Вот, сфокусировался, кажется. И задняя сторона книги, соответственно, выглядит таким образом. Ну, да. Фишка Black Edition, что вот здесь у нас все, собственно говоря, в черном цвете. Страница тоже покрашена в черный цвет. Думаю, что про тетрадь смерти рассказывать много не нужно. Я думаю, что фанаты манги и, в принципе, люди, знакомые с аниме по данному комиксу, должны прекрасно знать сюжет. Но, тем не менее, вкратце я могу отметить то, что для меня это была, наверное, одна из самых интересных историй. Битва интеллектов, скажем тогда, противостояния добра и зла, которые я когда-либо читал в принципе. Так сложилось, что я впервые познакомился с тетрадью смерти именно в рамках аниме. Мне посоветовал это аниме мой товарищ по университету. Я посмотрел всю серию и только потом узнал о том, что, оказывается, была манга на эту тему. Ну, а позднее азбука анонсировала издание на русском языке, и я его приобретал. Что же касается самой книги и сюжета, то здесь довольно всё. Я не буду даваться в подробности, как всегда это делаю, да, то вкратце расскажу смысл того, что здесь происходит. Один из богов смерти решает позабавиться и скидывает в мир живых, в мир людей, так называемый тетрадь смерти. Это книга, в которую, тетрадь, блокнот, как угодно назовите, в которую бог смерти записывает имя человека и способ его смерти. То есть, таким образом, боги смерти пополняют свой мир душами умерших людей. То есть, по сути, предсказывают способ того, как человек умрёт в реальном мире. И это к ней выпадает в руки ученику, студенту, Егамилайту, парню, который воспитывается в хорошей семье, у которого отец полицейский, который сам довольно-таки порядочен, образован за справедливость и так далее. И ему попадает в руки, собственно говоря, данная тетрадь, и он начинает постепенно вершить правосудие над злодеями, убивая их, очищая мир от зла. Ну, он так, по крайней мере, изначально мотивирует свои действия. Ну, впоследствии, постепенно, чувствуя свою власть, безнаказанность, он начинает превращаться в чудовище, откровенно говоря, которое непосредственно начинает вершить судьбу людей. Он, по сути, начинает менить себя богом и, ну, не знаю, вершителем судеб, скажем так. То есть, человеком, который уничтожает всех ему неугодных и превращается в жуткого убийцу, по большому счету, в маньяка, там, вселенского масштаба. На его поимку отправляют огромное количество спецагентов, полицейских, никто не может его поймать, никто его не может вычислить, потому что парень действительно умен, хитер. И появляется на горизонте его оппонент, так называемый Эл, это еще один высокоинтеллектуальный эксперт, скажем так, да, который пытается разгадать всю эту ситуацию и найти, выяснить, точнее, кто же этот самый убийца, который к тому времени начинает именовать себя Кирой. И, по сути, большая часть данной манги посвящена именно этому противостоянию, битве интеллекта, битве умовки, я уже говорил, кто кого перехитрит, кто сделает первую ошибку. Вот, и это противостояние длится довольно долго, я не буду рассказывать про детали этого противостояния, но, тем не менее, за этим крайне интересно наблюдать, крайне интересно за этим следить. Да, здесь, к слову говоря, тоже очень прикольная закладка, черного цвета под цвет стиля книги, что довольно приятно, является бонусом. И это противостояние длится очень долго и постоянно держит напряжение. Как сериал, который, я считаю, снят просто потрясающе, кстати говоря, Эл, тот самый, про которого я говорил, так и непосредственно сама книга, сама манга. Я считаю, что она крайне интересная, и вот на меня она произвела большое впечатление, заставив меня в итоге полюбить некоторое количество манги. В частности, вот, в «Страте смерти» есть на «Леберсерке», на которых я и сделал акцент в своей коллекции. Думаю, что и сейчас ее можно найти в продаже. Я помню, что был несколько лет, по-моему, назад по этому поводу скандал. Ее то ли хотели, то ли запретили в России пропагандировать тем, что она там вызывает какие-то наклонности суицидального характера, там еще что-то подобное. Ну, я считаю, что все-таки это никак не связано, и в первую очередь все проблемы у современной молодежи, они от неправильного воспитания и от, по сути, мозгов, которые у людей в основном в кашу превращаются в наше время. И люди не умеют проводить причинно-следственную связь, какой-то анализ ситуации и формировать собственное мировоззрение, свои взгляды на жизнь. Книга же, наоборот, показывает очень интересные стороны человеческой сущности и того, как хороший, порядочный молодой человек, который прекрасно учился, прекрасно семья рос, имел хорошее образование, цели и планы на жизнь, и вообще имел хорошие изначально мотивы, такие благочестивые, я бы сказал, превращается в чудовище. Которому противостоит, по сути, ну, чуть ли не весь мир. И этот самый весь мир, он держит в страхе. Одни его поклоняются, а другие его боятся и, скажем так, находятся в таком благовейном страхе перед ним. Ну, и да, отдельно хочу отметить интересное взаимодействие с этим самым Богом Смерти. Его, кстати говоря, зовут Рю. Ну, Рюк, в частности, вот, да, написано про него. Не Рюк, а Рюк, пардон. И взаимодействие с нашим главным героем или злодеем, если так правильно можно выразиться, да, оно тоже довольно интересное, описано. Что ж, вот таким получился первый том манги «Тетрадь смерти» в русском языке. А у меня на сегодня всё. И увидимся в новых обзорах. Готова. Субтитры создавал DimaTorzok